Друзья, всем привет! Мы с вами снова в Нижнем Новгороде. Ваши неугомонные просины продолжают свои путешествия по Нижегородской Икеи. Сижу на полюбившемся уже вам кресле Клисты. Оно раскладывается. И сейчас мы с вами его рассмотрим детально, подробно, стоит ли оно этих 18 тысяч. Я знаю, что есть аналоги. Мы с Димой лично находили такой аналог в Юск. В Москве в Хофф не находили, поэтому если вы такие подобные аналоги кресла знаете... Ну, аналог в виде трансформации кресла, а не в форме. Да, только именно сама суть трансформационного кресла. На самом деле, мне кажется, сейчас, учет на то, что очень многие работают дома, удаленно кресло такое рабочее, отдыхательное. Так, ты проводку до или после вставишь? Ну, ты рассказывай, а я буду вставлять. Окей, потому что мы кое-что в этот раз решили подготовиться и частями поснимать немножечко заранее. Так, давай сначала посмотрим по тканям. Ткань у нас Гунаред классический серый. Вообще, ткань Гунаред используется у Икеи во многих предметах. Это вот рядом, например, кресло стоит. За ним кресло Гунарп стоит. Она мягкая, она мягкая, она нежная, она не колется. И главный плюс у этой ткани, она не идет катышком. То есть, независимо от времени эксплуатации, катышком она не идет. Потому что вот в Гунаред кресла в Эдбу, они уже, ну, не соврать, года два в выставке стоят, полтора точно. И каких-то деформаций на них нет, ну, кроме затираний. То есть, по ткани здесь, в принципе, понятно. Немного смущает форма. Оно как будто бы вот подушка набитая вот здесь, объемная, а здесь мелкая. То есть, хочется вот таких вот крыльев, что ли, объемных, чтобы сочетаемое было. Потому что формы все такие узкие, квадратные, но при этом присутствует еще и такое вот объемное, воздушное, полуовальное пространство. И оно немного диссонирует. Поэтому вот здесь, с точки зрения дизайна, есть ощущение какой-то недоработки. Ну, как говорится, я дизайнер, я так вижу. Давай сейчас похожу. Ну, не все же смотрели, наверное, обзор с новинками. Как это кресло разбирается? Разбирается оно легко и просто. Вы просто откидываетесь и оказываетесь на кресле с высоким подголовником. И полностью, то есть, я при росте метр семьдесят, если скинуть кедом, получается, что у меня пятки будут лежать вот на окончании вот этой дощечки. То есть, это реально удобно. Посидели, поработали, откинулись, поспали. Можно не вставать, еще и горшок прицепить заодно сюда. А как все это раскладывается, внутри Дима отдельно покажет. Какие еще плюсы у кресла? Что понравилось лично мне? У кресла есть хорошая задняя спинка. Что это значит? Это значит, что вы кресло можете поставить в середину. Ну, у нас проводка есть красивая, но подвинуть надо. То есть, вот эта задняя спинка уже классно. Дальше. Вот эта юбка. Казалось бы, можно было не делать. Но эта юбка закрывает весь срам. И эта юбка дает возможность, во-первых, подлезть, посмотреть, если с механизмом что-то случилось. А во-вторых, дает эстетику. Сам механизм металлический, довольно-таки прочненький. Ну, как себя покажет история, тоже покажет. Здесь деревянная основа. Кстати, я сейчас, наверное, даже найду, кто сделал. В России сделано. Так, по поводу съемности чехла. Чехол у нас снимается вот в этом месте. Подойдешь поближе? Подушка вот здесь, на замке. То есть, ее можно отцепить. Но при этом, друзья мои, здесь она не снимается. То есть, не стягивается. Ну, я так предполагаю, для чего здесь такой замок. Потому что вот здесь, в боках, есть скрытые молнии. Расстегнуть не смогу, сломаю ногти. То есть, тут нужно чем-то подсыпать. И есть возможность достать наполнение подушки. Возможно, для того, чтобы почистить. Либо, возможно, для того, чтобы почистить кресло. Например, химчистка, если надо, например, приедет. Какие минусы мы отметили с Димой для себя? Ну, вот то, что я вам уже сказала по подлокотникам. Дизайн как будто бы недоработанный. Кресло смотрится немного... Ну, как будто из двух кресел соединили. Вот такое ощущение. А именно подушка для спины. Она как-то смотрится бесформенно. Но при этом она классно удобная. Почему мы это утверждаем? Само кресло, оно состоит из правильных форм. Прямо углы. Ровной геометрии. Да, вот смотрится. А подушка, она какая-то такая вот. Как представная. Да, мы, кстати, часто подумали, что она просто представляется, да, что ее можно отодвинуть. На самом деле нет. Еще Дима сразу обратил внимание. Вот, например, кресло ОМТСКАМ. У него есть отдельно вот такие подлокотнички. Если подразумевается, что кресло удобное, в нем будут часто лежать, сидеть и спать, не хватает не таких больших, а просто узких сюда, чтобы их можно было постирать. Либо это доп. опцию делать с возможностью купить, скажем так, кому надо, кому не надо, кто потерял, кто не потерял. Либо это включать в стоимость. Честно, я бы сделала как доп. опцию, потому что кому-то это надо, кому-то это не надо. Вот этого лично мне не хватило. По удобству классно, по визуалу уже сказали. Я по размеру, то есть вы меня видите, уместилась совершенно спокойно. То есть человек, ну, крупнее даже, наверное, килограмм до 50 сюда уместится. Но тоже есть ограничения. Совсем крупный товарищ сюда тупо просто не пролезет. Попой я не чувствую никаких, ну, там, не знаю, железочек, никаких пружиночек. Все хорошо. Мне комфортно, мягко. Спине тоже комфортно, мягко. Просто откинуться в кресле, в принципе, можно. И при этом, как я уже показала, в кресле можно развалиться. Что еще сказать-то? Ну, мы все, в принципе, все, что смотрим. Если вы не смогли, то и сказали вам. Остается только нас... Полежать. Смотреть ваши комментарии, кто в жизни использует это кресло. То есть кто уже счастливый обладатель? Да. А мы домой не заберем такое кресло жить? Я, наверное, еще раз в Юнск съездил, и мы там уже выберем. Юнск надо ехать в Москву. Ну, мы скоро тут через Москву проедем. Да? Да. Точно? Я надеюсь. Муж опять сюрприз приготовил. Ладно, узнали. Вот. Проводки вы уже посмотрели. Дима, в принципе, все это красиво, гармонично сделал. Вовнутрь мы залезли полноценно. Ну, осталось только, на самом деле, узнать их. Осталось самое главное в этом обзоре сказать вам то, что проеке теперь в Яндекс.Дзене. А почему мы на Яндекс.Дзене? Можешь рассказать? Мы... Какого же шампа вы забыли? Мы боимся, что со временем Ютуб скоро заблокирует. Власти наши... Предпосылки есть к этому. Да. Начинают потихонечку давить на нее, на эту площадку. И мы делаем параллельно канал, развиваем теперь и на Яндекс.Дзен. Со своими плюшками. А плюшки, например, такие. Это более ранний выпуск обзоров, чем на Ютубе. Для тех, кто не любит наши влоги, вы можете как раз смотреть нас на Яндекс.Дзене без влогов. И третья самая главная плюшка, да? Мы там чаще отвечаем. Не то, что чаще, чаще и быстрее отвечаем на ваши вопросы. Потому что комментарии мы отвечаем по очереди. В основном это Дима. Его зона ответственности, это, честно, очень тяжело. Почему? Если, например, в Инстаграме вы задали вопрос, я могу голосовым ответить или в WhatsApp, то в Ютубе Яндекс.Дзен не позволяет голосового тоже? Пока нет. Там какое-то самообщество. Там комментарии или еще что-то можно? Ну, короче, чуть потяжелее коммуницировать. Потому что сейчас пока новенький, я особо до конца не разобрался. Дим тоже там еще ковыряется. Поэтому это вот я не люблю, то есть я не люблю объяснять суть. Вот вчера, например, Машу, которой снимали обзор на Бору, пишет в Инстаграм. Тань, у меня вот такая-то, вот такая-то штуковина, вот с такой-то штуковиной стыкует. Я показываю Диме, Дима говорит, вот эту херобузину вот в эту херню засунуть. Маша, о, все поняла. Но ведь в Ютубе так не напишешь, что возьмите вот это. То есть там нужно развернуто. А на каждый развернутый ответ это 30-40 минут времени. Поэтому, кстати, друзья, мы вам будем безумно благодарны, если вы будете отвечать на вопросы друг друга. Потому что вы, кто смотрит нас на протяжении, с момента основания, почти уже 4-х лет, вы знаете очень-очень много. Поэтому делитесь информацией. Информация протухать не должна. Она должна постоянно циркулировать. Ну что, давайте прощаться. Помним, что мы все дружно стремимся к серебряной кнопке. Нам осталось совсем чуть-чуть до 100 тысяч. А еще хочу, Дима напомнил про Яндекс.Зен, а я хочу напомнить про то, что мы являемся действующей службой доставки Икея в Саранске. Находимся на Большевицкой 85 и с удовольствием наш офис готов и рад вас встретить, обслужить, привезти заказы. Нас самих ребят в офисе не ищите, там сотрудники. Но каналы коммуникации все открыты, вы всегда можете получить нашу индивидуальную консультацию. И для наших клиентов, кто является клиентами конкретно нашей службы доставки, у вас есть ряд бесплатных консультаций от нас. Для всех остальных консультации платные. Ссылка на Яндекс.Зен в описании. Все туда. Пока. Пока.